В крайне невыгодные условия, наше нападение явилось непосредственным следствием этой угрозы. В те же дни в Берлине в составе советской военной делегации находился командующий советским военно-морским флотом адмирал Кузнецов. Спустя 20 лет он напишет, для меня ясно одно, Сталин не только не исключал возможности войны с Германией, напротив, он такую войну считал неизбежной, он вел подготовку к войне, подготовку широкую и разностороннюю, исходя из им самим намеченных отдаленных целей и сроков. Гитлер нарушил его расчеты. Вильгельм Кейтель по приговору Международного военного трибунала в Нюрнберге был повешен в числе главных нацистских военных преступников. Одно из основных обвинений. Развязывание неспровоцированной агрессивной войны против Советского Союза. На допросе показал, что планы нападения на СССР конкретно были разработаны в ноябре-декабре 1940 года. Роман Руденко, главный опьянитель от СССР на Нюрнбергском процессе, назвал очень важную дату. Ноябрь-декабрь 1940 года. Именно в ноябре 1940 года в Берлин с официальным визитом прибыл глава советского правительства Вячеслав Молот. Гитлер был не на шутку обеспокоен тем, что части Красной Армии нависли над нефтяными промыслами Румынии, разя перелезок нефтяную артерию Германии. Отсюда и смысл переговоров. Не стоит ли дружественному Советскому Союзу обратить свое внимание не на Запад, а на Восток? Индию, Иран, на Восток. Молотов в основном отмалчивается, объяснив свое молчание замечательной фразой. Слова не всегда соответствуют делам. Так ни до чего и не договорились. Гитлер месяц раздумывал. Он воевал на Западе. В июне 1940 года, когда все силы Рейха были брошены во Францию, Жуков, по приказу Сталина, без всяких консультаций с германскими союзниками, оторвал кусок Румынии в Бессарабию и ввел корабли личной флотилии в Дельту Дуная. Если Гитлер сделает еще один шаг на Запад, где гарантия того, что Жуков, по приказу Сталина, не сделает следующий шаг? Длиною в 100 километров шаг. Всего только шаг, который станет смертельным для Германии. Субтитры создавал DimaTorzok Еще в 20-е годы по приказу Сталина был сделан перевод книги Гитлера «Майн Кампф». И Сталин, конечно, со вниманием штудировал главную книгу Гитлера. Почему-то все цитируют «Майн Кампф», говорят, вот Гитлер в «Майн Кампф» сказал то-то, то-то, то-то. Я говорю, товарищи дорогие, вы не читали «Майн Кампф». В том же «Майн Кампф» Гитлер говорит, что мы можем победить Россию только в союзе с Британией. Только. В 41-м году союза с Британией не было. И не было даже нейтралитета Британии. Германия находилась в состоянии войны. Радиостанция BBC передала на весь мир речь Черчилля в английском парламенте. У нас лишь одна единственная и неизменная цель. Мы полны решимости уничтожить Гитлера и все следы нацистского режима. Ничто не может отвратить нас от этой цели. Ничто. Мы никогда не станем договариваться. Мы никогда не вступим в переговоры с Гитлером или с кем-нибудь из его шайки. Мы будем сражаться с ним на суше. Мы будем сражаться с ним на море. Мы будем сражаться с ним в воздухе, пока с Божьей помощью не избавимся от самой тени его и не освободим народы от его игр. Нет. Не ищет Британия мира с Гитлером. А Гитлеру нужно закончить войну на Западе и как можно скорее. Он говорит в Алихстане. Мистер Черчилль вновь заявил, что хочет войны. Пусть он в порядке исключения хотя бы раз поверит мне. Эта война может закончиться только полным разгромом одного из противников. Мистер Черчилль вероятно думает, что это будет Германия. Я же знаю, что это будет Англия. И прекрасно представляя себе, какой катастрофой может обернуться для Германии война на два фронта, Гитлер в декабре 40-го года отдает приказ о разработке директивы 21, которая вошла в историю как план Барбаросса. План Барбаросса был утвержден Гитлером 18 декабря, а 28 декабря 40-го года основные положения плана уже лежали вот на этом стане у Сталина. Ну, пусть не через 10, как утверждает полковник Данилов, один из лучших наших военных историков, пусть через 15 дней. Все равно, слишком уж легкая добыча даже для вездесущей сталинской разведки. Но как поверить в такой план? План Барбаросса начинается словами. Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить советскую Россию в ходе кратковременной кампании еще до того, как будет закончена война против Англии. Поставим себя на место Сталина. Ему стал известен сверхсекретный план нападения на СССР. Что делать? Срочно собрать генералов и решать, как готовиться к обороне. И Сталин в последних числах декабря действительно собирает генералов в Кремле. Но все они только и говорят о наступлении. Маршал Жуков пишет, что ему, начальнику генштаба, план Барбаросса вообще не был известен. Лукавила маршалу. Разведка ему докладывала. Нет. И Сталин, и Жуков, и все советские лидеры знали о плане Барбаросса. А что они знали? Что Гитлер, не завершив войну с Англией, собирается открыть второй фронт на Востоке и за три месяца захватить огромные территории, насыщенные несметным количеством войск и новейшего вооружения. Что немцы собираются наступать по пяти расходящимся направлениям. А это то же самое, что бить противника не сжатым кулаком, а раскрытой пятернёй. И это планируют лучшие военные стратеги, за плечами которых опыт Клаузовица, Мольтки, Бисмарка. Они же не самоубийцы. Сталин, Жуков. Их сподвижники могли с полным правом предположить, что Барбаросса подброшена немцами дезинформацией, причем весьма неуклюжая. Они могли так думать в 41-м. Но почему Жуков уже после войны не дал оценки Барбароссе? И вместо того, чтобы объяснить, почему он от него отмахнулся в 41-м, предпочел сказать, что о нём вообще не знал. Почему сегодня, 60 лет спустя, наши историки дают лишь морально-этическую, а не профессиональную оценку этому плану? И продолжают объяснять ужасные последствия немецкого Блицкрига все теми же вероломством и внезапностью? Гитлер сам себе противоречит. И когда он думает, я приду за три месяца и всё развалится, то наша разведка просто не ожидала такого идиотизма. Мы просто уважали своего противника. Мы не могли поверить в это. И когда какие-то очень высокопоставленные критики говорят, ну Гитлер же хотел захватить за три месяца, я говорю, товарищи, это идиотизм. Это ошибся Гитлер. Нельзя так. Почему же вы сейчас ошибаетесь? Я, значит, могу единственное сказать, что это неграмотное, несерьёзное рассуждение. Ну, ведь он не только вот так, как говорит. Он говорит, что вот Гитлер не был готов войне, потому что у него не было бараньих кулупов. Представим себе, я военный разведчик. Плохой, хороший или нет. Ну вот я получаю сведения. Германская армия заказала пробковые шлемы, заказала какие-то эти шортики, трусики, гетры какие-то. Вот, заказали какие-то они канистры для содержания, чтобы вода не нагревалась. Танки перекрашивают в жёлтый цвет, вырисуют на них пальмочку какую-то. Радиаторы увеличивают площадь радиаторов для охлаждения. Ставят какие-то специальные фильтры на танки, чтобы пыль не забивалась сюда. Я делаю вывод, они готовятся воевать в Африке. Две дивизии. Правда, да? Это специальные условия, я делаю такой вывод. А вот Россия, тоже специальные условия, тоже специальные. Захватить Россию за три месяца нельзя. Это чепуха. Я, как разведчик, я в это не верю. Не может быть такого. Если они хотят идти, должны быть заготовлены лыжи на зимнюю кампанию для борьбы с партизанами, для оккупации, для ведения зимних операций. Правда, да? Должна быть зимняя смазка подготовлена. Смазка зимняя. Должна быть топливо для танков, которое не разлагается на морозе, на несгораемые фракции, как вот у нас водка вчера замерзла. Вот замерзла в холодильнике.